Бери. Сейчас попробую. Вон волосик. Вот они, волосики. Давай тебе дам. Волосики, вот они. Леди Баг. Да. Леди Баг, да? Вон. Вон Леди Баг. Вон Леди Баг. Мам. Бед. Кот? Бед. Белый? Бед. Упал. Упал, да. Ой, я пелок. У меня пал. Спелок. Белый. Белый. Чего ты? Какая палочка. Да, плавает Леди Баг. Всем приветик. Вон он. Папа. С папой детей живёте? Я с детьми живу. Привет. Упал. Наконец-то вышла. Всё, времени нет. Но буду стараться проводить чаще в любом случае эфиры. Где Саша? Отдыхает. Пап. Какой эффект ресничек? Лиса? Случайно. Мам. Злодейка, да? Да. Леди Баг. Леди Баг. Правильно. Пап. Мам. Мам. Леди Баг. Да, Леди Баг. Папа, давай я тебя гладить буду. Ложись. Мы можем держать маму с помощью ваших калисмана. Леди, доставай. Не боже его, иначе ты дай уже столько работишься. Так, 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 так. Ты такая красавица, боже, я смотрела вас в Доме-2. Спасибо большое. Мам. Как справлять с негативом от чужих людей? На самом деле с негативом надо уметь работать. Это огромная проработка. Если честно, достаточно тяжело раньше справлялась. Сейчас просто пытаюсь понять причину негатива. Если человек на тебя негативит, то я его начинаю жалеть. Да, думая. Вот бедный ты. Раз ты негативишь, значит, у тебя в жизни что-то плохо. Ты несчастен. Вот как-то так. В какой класс идет ваша дочка? Дочурка у меня второй класс уже идет. Что-то у тебя актив слабый. А я уже давно не заходила, поэтому актив слабый. Вот, в сторис. Ой, и в сторис, и не в сторис. Господи, в эфир. Если чаще буду заходить, актив будет расти. А сейчас, я думаю, минут 15 и нормальное количество людей набежит. Мам. А, в месяц с Сашей изменилась жизнь после проекта Дом-2. С Сашей у нас все сложно, я уже говорила. Жизнь после проекта, конечно, поменялась. Наконец-то я предоставлена самой себе, своим делам, заботам и все такое. Привет с Грузии, приветик. Мам. Чего с вами? Вон волосы. Ну вот они волосы. Вон волосы. Да. Ну чего? Ну чего? Рассказывайте мне что-нибудь. Или задавайте вопросики. Я в вашем внимании. Я в вашем внимании. Привет всем. Привет. Так, я очень рада за вас. Будь счастлива и радости вашим деткам. Спасибо большое, Диана. Вам тоже желаем огромного-огромного счастья, успеха и всего хорошего. Так, я очень рада за вас. Какая же ты красивая. Спасибо, очень приятно. Хотите вернуться на проект? Нет. Ребятки, проект это был мой временный этап, да, который я прошла. И, как сказать, я не вижу смысла дальнейшего нахождения. Вот они волосы. Мама постригла волосы, поэтому они коротенькие стали. Ругается. Поэтому нет, на проект не хочу. Где Саша? Саша у себя дома. А как муж твой? О, ребятки, у меня нету... Ой, не поелась. Нет. 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 Спасибо. Интернат плохой был, поэтому у меня всё висло. Приветик, сейчас, кстати, интернет перезагрузил, должно всё нормально быть. Продолжение следует... Продолжение следует... Потому что что-то вообще ни хухры, ни мухры. Вечером плохо прямые эти эфиры вести, я не знаю, перегрузка интернет, что ли, вообще не ловит ничего. Ни Wi-Fi, ничего. Ну, вон, вроде, что-то заходит. Народ очень сильно упал. Когда народ падает, значит, нету нормального соединения. Блин, сегодня с кондёром ехала, у меня продуло, и горло першило. Советуйте что-нибудь от першения. У тебя тоже, что ли, першит? Чего? Просто вы рассказываете про женщину, которая на вас напала в поликлинике. Трудно понять, таких людей оправдать. Согласна полностью насчёт того, то, что... Как это принимать? Ещё раз повторюсь, я считаю то, что ситуации даны нам в жизни неспроста. Если мне, похоже, ситуации даются на определённом этапе достаточно часто, то, скорее всего, я как-то неправильно на них реагирую. Так, обезьянка. Как-то неправильно на них реагирую. Значит, мне надо какой-то другой способ работы над собой, да? Проработать и реагировать на агрессию. Не агрессии, как я привыкла, а реагировать с пониманием, да? Понимать то, что, ну, человек это неспроста делает. Значит, ему настолько плохо внутри. Вот. Ну, это тяжело, скажем по себе. Сейчас поглажу. Или нет, как у тебя от тяжёлых переживаний. Если честно, очень тяжело. Но самое главное — не уходить в себя. Мне в последнее время помогают книги о психологии какие-то, да? Которые помогают тебе вдохновиться. Потому что, когда у тебя что-то тяжёлое на душе, одному без второй половинки, без родной души, очень тяжело через это проходить. Поэтому, мне кажется, ну, самое лучшее — это, наверное, попытаться принять эти трудности, как бы оправдать их, что ли, да? Понять, что это временные трудности, что они у вас будут происходить недолгое время, что за трудностями всегда следует что-то доброе и тёплое. Вот. Скажу по себе, что это очень тяжело, но это реально. Да вот сейчас хорошо не виснет. Здравствуйте, Ульяна. Как вы переживаете проблемы в личной жизни? Как уходите от этого? Получается ли? Скажу так то, что тяжело. Что, безусловно, насчёт, как ухожу от этого? Да никак, просто взвешиваю, да, показываю, доказываю себе, что есть обратная сторона, там, переживаниям, озлобленности, каким-то расстройством. Вот мне чисто не хватает понимания в отношениях очень сильно. Для меня они сейчас в тягости идут. Меня не поддерживаются от слова совсем. Все мои какие-то начинания, продвижения сразу переходят в отрицание. И меня это, конечно, очень сильно сбивает с истинного пути. Потому что я чувствую то, что я создана для чего-то большего. А когда постоянно запятые, они, как сказать, как ступеньки, о которых ты спотыкаешься. Хотя эти ступеньки даны, чтобы ты, наоборот, пошла вверх. Вот. Просто нужно цели расставить, приоритеты правильно. Про личную жизнь тут нужно очень долго размышлять, да, и взвешивать. Нужно ли тебе это? Если нужно, то зачем? Если не нужно, то почему ты должна отсюда уйти? Возможно, нарисовать себе какой-то небольшой плакат, где будет «за» и «против». И там прямо на контрасте ты будешь читать какие-то слова, которые тебе будут помогать, наверное, идти дальше. Если, допустим, что-то тяжелое тебе человек причиняет, ты пишешь эти качества. И каждый раз, грубо говоря, когда открываешь дверцу ящика с одеждой, ты видишь эти качества, и у тебя сразу воспоминания нахлынули. И ты такая, так, вот, не надо, как сказать, смягчать позицию. Вас попросили покинуть дом 2? Ирка сто раз отвечала на этот вопрос. Нет, мы ушли сами. Вот. И честно, уже надоело отвечать на те же самые вопросы. Если бы нас покинули... Ой, если бы нас попросили уйти, я бы так вам и сказала, что, ребят, нас попросили уйти. Врать не вижу смысла. Красотка, спасибо большое. Вы с мужем вместе на самом деле не особо. Детей куда-нибудь на развивашки водите? Да, но пока лето, мы на секции, на тренировочки не ходим. Ну, потому что сейчас у них каникулы вести. А так, обычно у меня детки ходят на это квандо. С дочкой сейчас в музыкальную школу отдаю. Средний у меня ходил в бассейн еще помимо тэквондо. Маленький у меня начинает ходить в садик. И, соответственно, думаю начать с бассейна. Общается ли отец с детьми? Смотря какой из. Но более-менее общаются два бывших мужа. Где, Саша, дома у себя? Кем ты по профессии? Кто-то, наверное, да? У меня три образования. Первое образование дизайнер-медлершия и надежды. Второе образование руководитель народного творческого коллектива. По-другому хореограф. И третье образование у меня туризм. Насчет образования. Работаю я не по образованию, но умеюсь в профессии. Я являюсь мастером маникюру уже более 10 лет. Топовым. Причем дальше училась я в индустрии красоты абсолютно на все. Брови, реснички, ногти, депиляцию даже пробовала, макияж. Вот хочу на прическе, кстати, по типу отучиться. Чисто даже хотя бы для своего ребенка, чтобы дочки там, ну, собирать ее могла на какие-то всякие праздники. Она же девочка. Какая у вас машина? Хавала так сей. Ты на доме два? Нет. Почему вы приняли решение покинуть проект? На самом деле это решение было уже осознанное. Может быть, кто наблюдал за моей страничкой, вы видели, да, на протяжении, наверное, месяца последнего я хотела очень сильно уйти. Потому что меня начало сдавливать это место. И я перестала чувствовать какое-то развитие. И я очень свободолюбивый человек. И ограниченное пространство еще, когда немножечко тебе диктует, что и как надо делать, оно, конечно, меня придавило, сдавило, и я просто начала выгорать изнутри. Вы поругались? На самом деле, да. Красоточка, я тоже ногти делаю. А я вижу по аватарочке. Здравствуйте. Приветик всем. У Леночка тоже ходила на тэквондо. Ну, разве нужна такая личная жизнь? Если мужчина, то тут, то с вами. Согласна полностью. Знаете, вот я хочу, как сказать, вот приходить домой. Или просто приходить к своему родному мужчине. И вот просто говорить все, как есть. Вот быть той, кем ты являешься. Не бояться там что-то, сдерживать себе. Что-то недоговаривать. Хочется выговаривать то, что у тебя на душе. Что тебя беспокоит. Что тебя волнует. Вот пипец этого не хватает. Не хватает, наверное, понимания. Я приняла, наверное, такое понятие о себе. То, что я повзрослела. Действительно. И у меня какие-то эмоции... Это чего, зайчик? Какие-то эмоции уже не впечатляют. Хочется спокойствия, умиротворения какого-то. Хочется общих интересов. Цели на жизни, чтобы одинаковые были. Понятие жизни хочется одинаковое. У вас перманент на бровях? Нет, это красочка. Ваши детки очень классные. Во всех ситуациях жалко детей. Спасибо большое. Ну, давайте начнем с того, что дети должны видеть счастливых родителей. А когда родители ругаются или у родителей не получается, то вы сами понимаете, что это не очень хорошо отражается на детях. Это первое. Второе. Дети, в принципе, не так сильно чувствуют разрыва, когда оба родителя общаются с детьми. Да, даже есть, когда люди расходятся. Если отец там не кидает детей, а продолжает так же с ними общаться, там, забирать их, они особо этого даже не чувствуют. Вот. Но в любом случае, я считаю, что в первом случае и на первом месте всегда должна стоять у себя ты и твои дети, а потом уже мужики. Почему мужику рожаешь ребенка в любви, а он бросает и тут же и с другой еще такая матра. Скажу так. Скорее всего, блин, бедная, ты ошиблась. Да, но если ты родила, ты родила в первую очередь для себя. И надо, наверное, это воспринимать как опыт и не отчаиваться. Да, я тоже по любви рожала. И скажу то, что в основном дети нужны только после женщины. В первую очередь нужна женщина. Возможно, он испугался ответственности. Его это как-то утомило. Блин, да много может быть оправданий. Не знаю. Это тяжело и, наверное, тут надо тебя подержать, сказать, что ты сильный, что ты со всем этим справишься. И еще даже будет неудивительно, когда у тебя ребенок чуть подрастет и облегчит тебе жизнь. В плане того, что пока ты рожаешь, пока он маленький, это достаточно тяжело. То потом становится легче. И мужики обычно вот от этой тяжести убегают. Вы сейчас одна? Я чуть пропустила. Да, да, я с малышом. Одного уложила, второго уложила. Завтра идем в сад. Вы в Москве живете? Нет, я сейчас в Рязани живу дома. Так, 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 так. Приветики. У вас, детки, не все от Саши? Нет, у меня первое дитя от первого брака. И вот маленький от Саши. Ты сейчас делаешь ногти или перестала? Ой, я сейчас много что делаю. На самом деле, нет. Ногтями я заниматься не перестала. Это моя душа. Мне нравится заниматься ногтями. Это как-то как саморазвитие, как душевная какая-то любимая работа. Я люблю творить. Я творческий человек. И люблю что-то интересное, неоднотипное, сложное, невероятное. Вот. Ногти, в первую очередь, это помимо дохода, это мое вот хобби, увлечение. Естественно, я думаю, чем заняться мне еще. Вот конкурс красоты, реклама начала заниматься. Но это все мало, это все не то. Хочется вот что-то другое. Блин, честно, я пошла бы с удовольствием, наверное, на психолога учиться. Потому что мне очень нравится психология, разборка людей, разборка ситуации. Очень хочу себе проработать все. Чтобы в дальнейшем уже выстраивать отношения, будучи понимающей не только себя, а и другого человека. Не знаю, вот какие-то такие у меня планы. Вы расстались, но у нас все очень сложно. Оправданий безответственности нет. Тут я соглашусь полностью. Но, блин, скажу еще так, то, что женщина, когда рожает, она должна понимать то, что может быть такое, что мужчина ее кинет, к сожалению. Правда ли, что Юлька бела сильно пьет? Помните, я вам говорила о том, что на Доме-2 очень тяжело, что ты в некую депрессию впадаешь? Вот я скажу о том, что у Юльки, скорее всего, то же самое. Вот, да, Юлька выпивала на Доме. Сейчас она оттуда ушла. Я думаю, Юльке все нормализуется. Она очень крутая девчонка. Девчат, вы заходите в прямой эфир и зайдите сначала на страницу к человеку. Там все написано. От кого дети? Где живет? Одни и те же вопросы тупые. Настюха, прям в точку. Очень приятно, что кто-то действительно следит за моей страничкой. У вас виниры? Нет, у меня свои зубки. Сейчас. Вот они. Кстати, отбеливать уже пора. Но, наверное, ближе. Либо конкурсу сделаю, либо не знаю пока. Очень нравится психология тоже. Очень интересно на самом деле. Хотя многие считают психологов дурачками. В первую очередь, знаете что? Я очень люблю, наверное, помогать людям. Вот мое предназначение отдавать. Отдавать какую-то свою добрую душевность. Вот что-то такое. И в последнее время я начала понимать то, что я действительно умею помогать людям. Я умею, наверное, свои ситуации объяснять на ком-то. Хотя в своих ситуациях не разбираться. И психология это очень тяжелая наука, я скажу так. И она очень умная. Вот действительно, если психологические моменты разбирать, почему человек так поступил, да? От чего он так себя ведет? Что за реакция? То на все есть и готовые ответы. Что очень важно. Когда ты в тупике, ты не знаешь, почему так оно происходит. Ты изучаешь это и понимаешь, что, оказывается, дело, возможно, даже и в тебе. Вы ушли с Дома 2? Да. Здравствуйте. Наш сестер Ромашов сказал, что вас попросили уйти с Дома 2. Как и их. Правда ли это? Ребятки, приветики. Здравствуйте всем. На самом деле, я уже отвечала на этот вопрос. Скажу так, что когда мы уходили, Ромашей не было на проекте. Они были в этом выходном. Это первое. Наш уход они не видели. Второе. Мне реально обидно, что они вот так говорят. Возможно, им сказали свыше, что вот так оно и было. Я не знаю. Мы уходили сами. Перед тем, как мы ушли на протяжении нескольких дней, Саша постоянно говорил об уходе. Да, я приняла решение об уходе в самый последний момент. Хотела уходить только Саше. Почему я приняла такое решение? Потому что просто уже до безобразия стали какие-то ситуации. из пальца выдувать, которые полностью очерняют меня. И, как сказать, это не я. В этих ситуациях была просто не я. Я устала играть. Я морально выдохлась. Я не видела просветов. У меня началась даже некая форма депрессии. Тот, кто следил за моими сторисами, страничкой, те это понимали и видели. У вас был страх вождения? Как справлялись? Кстати, нет, вообще, руль это вот как мое природное. Вот как будто я с этим родилась. Я первая села за руль, наверное, лет в 14. Как раз-таки мой первый бывший муж мне дал пробовать. Вот. Это было, кстати, страшно, но прикольно. У меня сразу все получилось, и мы чуть-чуть разбились. Ну, там отдельная история на этом. Если интересно, скажите, я продолжу ее. Вот. Вождение страха не было. Я обожаю руль. Я по сей день кайфую от руля. Я не знаю. Вот моя прям стихия. Это, наверное, все надо прорабатывать и настраивать себя не на плохие мысли. Вот, да, отрицание и позитив, они притягиваются. Мысли материальные. Что ты думаешь, то оно и притягивается. Если ты постоянно будешь бояться, то оно так и произойдет. Поэтому тебе надо как-то перенастроиться внутренне. Какая у вас у Марка машина? Хавал, FX7. Вы с Сашей вместе. У нас все очень тяжело, скажу так. У каждого психолога должен быть свой личный психолог. Это, кстати, обязательно. Согласна. Ваша любимая фраза. Знаете как? Я скажу так. Я не знаю, это как, извиняюсь за мат, под ёбкой звучит. Или просто. Ну, блин. Вот так вот. Такой у меня тип речи. Слова, возможно, паразиты. Если я постоянно одно и то же повторяю. Может быть такое. Буду работать над этим. Вы вместе. Больше нет, чем, да. Там на ТЭТа вызывали по сценарию, выдумывали тему. Ребята, я не скажу, что это прям сценарий. Это как объяснить вам? Зарисовка, что ли. Были выдумки, конечно. Тему выдували из пальца. Такое тоже бывало. Скажу просто в оправдании, что это шоу. И каждому шоу нужно что? Какая-то яркость. Покажите себя без маски. Не показывает. Да и без маски я не сильно отличаюсь. Просто синьки под глазами. В конце покажу, ладно? Дай бог тебе и деткам крепкого здоровья. Спасибо большое. Вам тоже, Валентина. И вашей семье. И, кстати, всем вам желаю крепкого-крепкого здоровья. На самом деле сейчас здоровье это превыше. Саша, твой хороший. Будьте вместе. Дай бог ему здоровья. Есть какой-то смысл ваших тату? Смысловая тату у меня только одна. Вот. На руке. Но это достаточно глубокий и личный смысл для меня. Это, можно сказать, проточок. Я была беременна. Начала набивать ее. Она у меня вся поплыла. Вот. Я делала два раза лазером удаление. Вот. Надо, кстати, закончить. Хочу ее высветлить и перебить. Вот. А так, на ноге татуха вообще крутая. Я ее обожаю. И сделал я ее, потому что она мне просто нравилась. Прям ее место. И ей я полностью довольна. Вождение как в пене кому-то дано, кому-то нет. Возможно. Согласна. Так. Есть какой-то смысл в ваших татуировках? Так, только что ответила вам. Красивое. Спасибо. Суть шоу, провокации, вывести человека на эмоции, посмотреть реакцию и дать зрителям хлеба и зрелищ. Именно так и есть. Да, мы должны не забывать о том, что назвать это полностью сценарием не осмелюсь. Потому что, естественно, темы выдумывают. Естественно, испытывают вас на прочность. Они видят, на что вы реагируете, на что вы не реагируете. И поэтому выдувают все так, чтобы это сыграло, можно сказать, против вас. Потому что лучше живых эмоций нету ничего на самом деле. Поэтому полностью сценарием не назовешь. Но попытки вывести тебя из колеи и немножечко, может, где-то поднаврать, такое есть. Извините, а зарплата была больше 200 тысяч? Если бы была больше 200, я бы, может, там еще чуть-чуть задержалась. Но, к сожалению, нет. Что за цвет волос? Это мой натуральный цвет. Так, Ульян. Оксская жемчужина в Рязани стоит посетить? Ну, неплохое место. Если сравнивать с Москвой, то в Москве есть места получше. Но для Рязани хорошее место. Прикольнее. Я туда с детками ездила много раз. Так тихо дома. Детки спят, значит. Да, я когда одна, у меня детки очень быстро засыпают. Прямо аура такая создается домашняя, хорошая. И вот, наконец-то я захотела выйти в прямой эфир. Буду почаще выходить, потому что, вот видите, уже охваты падают. Людей меньше смотрят. Да и просто мне нравится иногда выходить в прямой эфир. Это, знаете, как одушно, что ли, какая-то. Вы с Сашей вместе, можно сказать, что нет. Помиритесь, Саша, он вас любит. Будет видно, я даже не знаю, растерялась. Вы на доме два и в жизни очень разные. Ну, естественно, ребятки. Это же шоу, надо не забывать. Какой у вас объем ресничек и сгиб? У меня трешка, лисичка, эмка с лучами. Ромашов наркоман. Такого я точно не могу сказать. Вот, честно. Не следила никогда за тем, кто там что. Не знаю. Но наркоманом его обозвать я его точно не могу. Что с Сашей? Как не вместе, почему? Ой, что вам сказать? Ну, не получается у нас найти с ним общий язык. Знаете, я все больше-больше понимаю то, что мы очень далеки друг от друга. Ну, как сказать? Мне тяжело с ним. Не понимаю его. Буду про себя говорить. Про него не буду ничего говорить. Я понимаю то, что у него какое-то другое восприятие мира, другое восприятие ситуации. Я полностью не понимаю его восприятия. Мне тяжело на его отрицание реагировать. Я и в себе копаюсь, и в нем копаюсь. И не могу ничего вообще общего найти. Я не знаю, мне очень тяжело. Я понимаю то, что рядом с ним я становлюсь эмоционально подавлена. Мне ничего не хочется. У меня нету сил. У меня нету, не знаю, энергии. Я не знаю, почему так происходит. Мне очень плохо рядом с ним. Я не чувствую поддержки. Я хочу, знаете, вот лечь на плечко. Облокотиться и сказать вот все, что я думаю. Как оно есть. Не притворяться никем. Быть собой. Но, к сожалению, такого не происходит. Он реагирует на все в штыки. И если наше мнение с ним противоречит друг другу, мы не можем найти какого-то общего на этот счет, я не знаю, выхода из ситуации. Мы как два упертых барана. И я понимаю то, что я никуда не двигаюсь рядом с ним, к сожалению. Ты вернешься на Дом 2? Точно нет. Пока что и сейчас точно не хочу. Вы тут лучше. Общение, мимик. Спасибо. Где ты живешь сейчас у себя дома? В Рязани. Какой интересный фильм или сериал посоветуешь? Мне, кстати, понравился сериал. Я заберу твою семью. Ну, мне советовали еще обоюдное согласие. Ну, кстати, такое себе. Но любители жестковатенькие для меня. Дальше я еще смотрела сериалы интересные. Сейчас скажу. Контейнер. Кстати, очень понравилось. Очень жду продолжения. Из фильма так сразу не вспомню. Но если вам очень прям будет интересно, попробую в инстуку собрать подборки и прям написать вам. Ульяноч, как ты считаешь Дом 2 какое влияние оказывает на молодежь, в частности на парадростков? Ну, скажу так, то что тут с двух сторон можно посмотреть. Скажу то, что в последнее время очень много пропаганды всякой гадости. Почему-то не хотят показывать счастье, хотят показывать грязь, неприличное поведение женщин, неприличное поведение мужчин. Вот в последнее время я думаю об этом. Но, с другой стороны, очень много ситуаций в жизни показывают, допустим, когда люди ругаются, когда люди друг друга не понимают. В этом даже здорово, когда люди с тобой проживают то же самое, когда они видят в вас себя. Это круто. Ну, честно, я никогда эфиры не смотрела, особенно с собой. Надо, кстати, как-то отчаяться посмотреть, потому что не совсем даже понимаю, что там показывают. Там же врезают из всего дня. Поэтому думаю то, что, может, какие-то ситуации хорошие, какие-то нехорошие. Не могу сказать конкретно, прям, какое влияние это оказывает. Потому что, с одной стороны, я понимаю то, что и плохое, а с другой стороны, я понимаю, что и хорош. Тут все зависит от подростка, наверное, от его восприятия. Как он это воспринимает и насколько серьезно на свой счет. Вот. Нельзя, чтобы мужчина так поступал по отношению к вам. Согласна. Не хочешь переехать в Москву? Честно, хочу, но сложно пока. У меня детские сады, школы. Я пока не представляю, как вот так взять все. И если будет в Москве что-то, то что поможет мне, там, может, работа какая-то, какой-то стимул, тогда, конечно, я бы рискнула бы. Саша, эмоциональный вампир. Ну, не назову его прям вампиром, а может быть и назову. Не хочу никак оскорблять, обижать его. Но просто эмоционально не знаю. Мы просто разные с ним. Вот разные энергетики бывают. Вот мы друг от друга не в восторге. Мне кажется так. Бровки сами чистить или в салоне? Сама. Так. Ульяна. Тебе нужен спокойный мужчина. Не с остальным характером. Мин такой поведет тебя за собой. Честно, не знаю. Вот что бы я бы хотела, я просто хотела, да, спокойствия и принимания. Чтобы он меня принимал такой, какая есть. И тогда я захочу ради него как-то меняться. Я не знаю. Уважение хочу. Не знаю. Хочу просто быть счастливой. На данный момент я понимаю то, что к новым отношениям я точно буду не готова. И причем еще не скоро. Наверное, пока у меня маленький не подрастет. И я полностью не смогу себя отдать какому-то новому мужчине. Вот. Пока не вижу себя вообще ни с кем. Либо того не встретила еще. В оба какого знака? Я рыба, а он весы. Почему вас выгнали с Дом-2? Нас не выгоняли. А если вы думаете, что нас выгнали, вот кто это говорит, у них спросите. Потому что я не знаю, почему нас выгнали с Дом-2. Я вроде сама уходила. Почему вас попросили уйти? Только что отвечала. Но ведь сама говорила, что вы нашли компромисс. Или тогда на Дом-2 раз вы не вместе. Нет, на самом деле после Дом-2 мы ушли обоюдно с ним. И именно наш уход очень сильно нас сблизил. Но пошла дальнейшая жизнь, пошло дальнейшее развитие. И опять нас стало не устраивать очень много друг в друге. Я не хочу над собой работать только потому, что я вижу, что человек не хочет над собой работать. Я думаю, а зачем мне это надо, если ему это не надо? Где Саша дома у себя? Ты красотка, спасибо. У вас есть родственники, которые вас поддержат в трудную минуту? У меня есть тетя единственная, которой я прям доверяю. И есть подруга хорошая, которой я тоже могу доверить всей ситуации. Но с тетей за Дом-2 мы очень мало стали общаться. Вот она сейчас на море уехала. Но связь у нас есть. Но вот прям, чтобы, знаете, вылить все и, как сказать, высказаться. Блин, я мало кому доверяю. Можно сказать, даже никому. Псюха Бородина как вживую. Так нравится она. Ой, Псюха крутая. Саша дома у себя. Как зовут младшего сыночка? Саша. Какой цвет волос? Вы красть волосы? Нет, волоски я не крашу. Это мой цвет родной. Вот. Какой-то такой. Вы вместе? Нет. Ульяна, ты красотка. Спасибо большое. Ушли с проекта? Да. Губы свои у тебя? Я уже отвечала, но еще раз отвечу. Год назад делала 0,5 верхнюю губу. Нижняя полностью своя. Верхняя вот здесь чуть-чуть осталась. Вот. Ну вот. Прям видно, где выпуклость есть. А так свои. Вот только что без фильтра было. Икс. Так, 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 так. Почему вы ушли с проекта? Если честно, только заметила, что вас нет. Честно, я морально просто все. У меня депрессия началась. Я стала прозалагаться. Мне стало очень плохо. Я не видела выхода. Мне очень прям хреново стало, честно. Сколько у вас комнат в квартире? Две. Посмотри лекции психолога. Статья даст. Очень интересно дает информацию. Верно, тебе понравится. Сейчас заскриним. И обязательно посмотрю. А у Саши квартира своя? Ну, можно сказать и так. Пожалуйста, не ругайтесь при детях. Смотреть было страшно. Да, ребят, мы не ругаемся при детях. И в обычной жизни, поверьте, чуть что сразу за дверь. Вы расстались, да. Почему не можете признать, что вас попросили уйти? Ромашов уже рассказали, как было с вами и с ними. О, Господи. Я не буду как-то оправдываться, что-то говорить. Вот честно, мне просто пофигу. Вот если вы так считаете, ну считайте. Может, вам от этого легче станет. У меня есть своя правда. И если бы Игоря так сказала, вот у нее спросите, почему она так сказала. Если вам будет интересна настоящая моя версия, я вам обязательно на нее отвечу. А пока что чьи-то слухи, чьи-то какие-то догадки, чье-то вранье я не оправдывать, ни как-то комментировать не собираюсь, правда. Младший сын от Саши, да. Привет, красотка, детки с тобой живут. Привет, конечно, со мной. Я не знаю, с кем они еще будут жить. Это же мои детки, вы чего? Я без них не могу. Блин, активный, конечно, очень сильно упал. Вот завтра, если зайти в прямой эфир, завтра уже будет больше народу. Это мне рождество. Потому что когда много вопросов, тоже тяжело. Может, Настя просто перепутала что-то? Настя, я думаю, не то, что что-то перепутала. Во-первых, в день ухода их не было. Во-вторых, скорее всего, что им сказало руководство, то они и говорили, вот и все. Пусть строить новые отношения с кем-то другим сейчас точно нет. Обиграна эта истина. И конечная станция. Ульяна, у вас квартира у каждого своя? Да. Пропустила бы, что расстались. Почему? У нас все очень тяжело. Мы вроде как будто вместе, но мы друг друга полностью не понимаем. Нам очень тяжело. Я не понимаю уже, что надо. Я рядом с ним не чувствую себя вот именно женщиной. и я устала, наверное, от борьбы постоянной. Я вот хочу упасть в плечо к своему мужчине. Просто хочу рассказать, что я чувствую. Не хочу осуждения никакого. Простоты хочется. Помощь есть с детьми. Есть, честно, тяжело. С детками очень тяжело. Есть няня. Вот завтра она придет в обед сидеть. Утром я ребенка на 2 часа виду в садик. Потом забираю. Пока он будет в саду, я работаю. Одного клиента. Вот. После чего забираю малыша. В обед оставляю его. У меня за автосессия свадебных платьев будет. Попросили на рекламку. Вот. А так, либо Саша сидит с мелким, либо няня. Ну так я не часто прямо оставляю. Ты где-то работаешь. Молодец, кстати, что все-таки приняла решение расставания. Я работаю. Да, у меня свои две небольшие студии. Правда, пока я была на доме 2, у меня черт-чет с ними случилось. Меня обокрали. В прямом смысле слова. Вот. Вот одна работница уволилась, вторую пришлось уволить. Сейчас работает только одна у меня девочка. Надо развивать все, поднимать с колен. Вот. Но я над этим сейчас работаю. Помимо того, что обучаю, еще сама работаю и девочек своих развиваю. А со старшими кто сидит? Ну, в основном дочка у меня уже взрослая. С ней сидеть никому не надо. Если вдруг я там на работе, она либо в школе, либо может там чуть-чуть одна посидеть. Со средним, если старшая дома, то я могу спокойно там ненадолго оставить. Но, опять же, я работаю в своем доме. Мне там спуститься и работать. И все. Поэтому как-то вот так. С этим проблем вообще не возникает. С малышом, да, с малышом тяжело. А так у меня средне в садике. Я работаю обычно до обеда. Иногда беру клиентов вечером. Но это редко. Стараюсь, ну, с детьми все время проводить. Может чем-то помочь? Нужно это в плане чего? Не поняла. Со старшими кто сидит? Ответила. Бухенбалт и Барзиков помирились. Ну, это хорошо. На проект запланированно пришли сначала ты, а потом он. Ведь Саша неоднократно говорил, что за время твоего одиночества на ухождении на проекте вы встречались за периметром, написанной на основе. Да, это правда. Я с Сашей на протяжении времени расставания продолжала иметь физические контакты. Это правда. Да, когда я была на проекте, меня ни один мужчина не заинтересовал, но его приход, это было не спланировано. Я в тот день ждала другого мужчину. Мне сказали, что придет какой-то крутой мужик, ты точно с ним будешь строить отношения. Я такая сидела, ждала, а пришел он. Я такая, вау! Ну, думаю, ну раз пришел, значит, наверное, надо попробовать. Саша гуляет с детьми и помогает сейчас. Да, Саша помогает в этом плане. Молодец. Ты выгнала Сашу со своей квартиры? Я никого не выгоняла, ребят. Просто пока мы не живем, у него есть где жить. Зачем нам жить на одной территории? Да, что вы прицепились? Договорняк у них был или нет? Там каждый второй приходит, потом потягивает партнера. Не, правда, я говорю, у нас не было договорняка, если бы он был бы, то, может быть, я бы, наверное, правду вам сказала. Вот, я пришла на проект, чтобы что-то изменить в своей жизни. Возможно, думала, что встречу кого-то другого, чтобы там расстаться раз и навсегда с Сашей, но не получилось. У вас тяжелая жизнь была в детстве. Очень классно, что вы не сломались, не обозлились на жизнь. Согласна, это очень круто, потому что... Блин, вот я, наверное, рада, что у меня была такая жизнь, потому что, если бы у меня не было такой жизни, я бы не смотрела на своих детей так. Я не видела мир в таких... Тот, кто мне свыше это дал, значит, он знал, что через это пройду и не сломаюсь. И я тоже этому рада. Я не хотела бы жить там, как мои родители жили. Не хотела бы, чтобы мои дети были без мам, без папы. Поэтому вот так. Это опыт. Круто. Красотка. Спасибо. Смотришь Дом 2 сейчас? Честно, нет и не собираюсь. Прочитала в вашем детстве. Шок был. Желаю вам счастья, любви. Спасибо большое. Я вам тоже желаю счастья, любви и здоровья. Вы с Сашей расстались? Да. У меня, кстати, голос садится. Сейчас я попью чайочек быстренько. Это Маринет. Оставьте сообщение. Так, рассказываю, как продвигается расследование. Ни отпечатков, ни улик. Тот, кто это сделал, был молодцом. Прости. Руни на связи. Ой, как хорошо я, кстати, везде не убиралась. Точнее, не весь день, всю первую половину дня и дом теперь чистый. Везде наконец-то пыль протерла, пока три месяца не было. Тут, конечно, пыли и жуть. Узнают ли тебя? Да. Узнают. Покажи себя без маски. Только что, когда чай пила. Эй. Вот, видели? Не показывает. Расскажи свой рацион, что я сегодня кушала. Так. А что я сегодня кушала? Встала. Яичник. Одно яичко съела с сальцевской. Дальше в обед окрошечки поела. И одну картошечку съела вот такую. А, еще вкусный тортик ела. Вот. А потом я не помню, что я кушала. Блин, вообще не помню. Прям как отбила. Ну, так обычно, честно, завтракать я не очень люблю. Днем там, утром чаечку попила. А, кофе пила сегодня вечером вместо ужина. Не хотела кушать. Вот. Конфеты еще ела среди дня. Но это я так. Обычный рацион у меня какой? Утром не завтракаю, в обед кушаю. И вечером кушаю. Как-то так. Завтракать не очень люблю. Потому что после завтрака мне всегда хочется есть в обед. Какой-то жуткий этот голодняк начинается. Блин, все-таки кондер продул. Вот. На ночь стараюсь не кушать. Если кушать, то какой-нибудь салатик, что-нибудь такое, типа овощей. Мясо очень люблю кушать. Сколько рост у тебя? Рост у меня метр семьдесят три. Вес у меня колеблется. Когда пятьдесят три, когда пятьдесят пять. Сейчас, кстати, в зал сходила. Опять пятьдесят пять вешу. До этого пятьдесят три весила. Ну, пятьдесят пять мой нормальный вес. Я нормально себя чувствую при нем. Все никак не могу нормально лечь. Давайте что-нибудь с вами переключим. Надоели мне эти мультики вечные. Давайте, мои хорошие, задавайте вопрос. Последняя книга, которую прочитала. Так. Как будто про психологию название не вспомню. Вера в себя. Как-то так она называется. Почему вы расстались? Не можем мы найти точку соприкосновения. Не понимаем друг друга. Несчастны, наверное. По маме не тоскуешь. Ну, моментами иногда хочется, чтобы была какая-то родная душа рядом. А так особо нет. Сколько тебе нужно для комфортной жизни денег в месяц? Кстати, интересный вопрос. Тысяч, наверное, триста. Чтобы без зажираний вполне мне будет нормально. Потому что где-то сотка уходит на детей. Ну, это вот прям... Не скромно, это вот для меня нормально. Триста тысяч мне вполне нормально хватило. Для идеального, наверное, тысяч пятьсот в месяц. Но если... Да нет, трёхсот к мне будет достаточно. Я, как сказать... Я считаю то, что денег должно быть и не много, и не мало. Чтобы был какой-то интерес всегда. Вот. Сотки мало в месяц однозначно. Вот. Ну, три сотки. Вот для меня было бы идеально. Ты красиво очень. Спасибо большое. Ты с Сашей рассталась? Да. Ульян, какой ты видишь себя через пять лет? Вижу себя деловой. Счастливой. Я думаю, что, скорее всего, буду без мужчины. Потому что чувствую, что мой мужчина придёт ко мне, когда... Ну, либо вот мне тридцаточка будет, либо чуть-чуть побольше. Думаю, что я стану более состоятельной, более уверенной в себе. Буду достаточно серьёзной. Детки уже подрастут. Будут каблучки. Там. На самом деле, вижу себя просто счастливой. И вот эмоциональное состояние стабильное. Чё ещё через пять лет вижу? Обязательно перееду. Либо в другую страну, либо в другой город. Это однозначно. Вот. Что за конкурс будет в сентябре? Мисс Планета Евразия. Конкурс красоты. Из-за чего ушла с проекта? Первое, наверное, эмоциональное выгорание. Я поняла то, что я перестала там развиваться. Замкнутое пространство. И потому что уже всё настолько надоедает, что просто начинаешь тухнуть. Опять же, непонимание того, то, что это шоу. Ты очень сильно перенимаешь всё на себя и на жизнь. И даже начинаешь в какой-то степени верить. Это очень тяжело. Я просто очень сильно стала уставать. Да что-то никак не лягу. Так, пропустила эфир. Я тут. Из-за чего ушла с проекта? Я ответила. Ты говорил, что зарабатываешь 150. Это потолок тебе не хватает. Сейчас я зарабатываю, наверное, меньше. Потому что я когда ушла на Дом-2, естественно, у меня было три сотрудницы. Осталась одна. Это первое. Второе. Второе, второе, второе. Сама я перестала работать. Я тоже неплохой доход сама себе приносила. И, в принципе, ну, 150, честно, маловато. Объясню почему. За квартиру отвали. За детский сад отвали. За школу отвали. Сейчас сентябрь. День рождения. Считай, трое детей. Представьте, каждому день рождения надо устроить. Себя надо одеть. Детей надо одеть. Это бесконечный список. Но мне вот, блин, 300 бы хватило. Это с учетом того, чтобы откладывать чуть-чуть все на отпуск. Я люблю не так, чтобы хренаксы у тебя куча бабла было. Я люблю, чтобы вот все было со вкусом. Вот по чуть-чуть. Но чуть больше среднего. Где чаще всего гуляешь или проводишь время. Ой, я люблю природу. Я люблю воду очень сильно. Парки, наверное. Если летом, то, конечно, это всякие озера. Природа. Тебе надо выступать на конкурсах миссис. Корону заберешь. Меня в миссис не берут, потому что меня в мисс постоянно суют. Хотя с наличием трех детей должна в миссис участвовать. Где-то миссис от 27 лет. Где-то они говорят, тебе нечего в миссис делать. Иди в мисс. В этом конкурсе меня в миссис отправляют. В миссис меня не отправляют. А там, кстати, надо уточнить. А то, может, меня все-таки в миссис. Кстати, через минуту 51 эфир отключится. Любимое блюдо. Мясо. Обожаю мясо. Ребятки, минута 40 осталось, и потом отключится эфир. Не знаю, почему он сам автоматически отключается, но отключается. Вот. От детей, наверное, устаешь. Они еще маленькие. Да, конечно, устаешь от детей. Я не буду этого скрывать. Все от детей устают. Там кто-то пишет, не понимая матерей, которые устают от детей. Блин, ребята, если ты постоянно с детьми, ты, конечно, от них устаешь. Вот. Ну, мне много не надо. Вот мне на велосипеде поехать покататься, и все, я вдохновляюсь, и все нормально. Отдыхаю, конечно, на деток редко, потому что помощи нет, а так, но вырастут. Рано или поздно вырастут. Буду потихоньку с вами прощаться. Желать вам здоровья, успехов, сладких снов. Всего того, что пожелаете. Просто хорошего настроения. Буду стараться почаще выходить в эфир. Вот. Ульяна, удачи тебе, спасибо. Где Саша? У себя дома. Всех целую, обнимаю. Было приятно с вами пообщаться. Вот. Выложу сторис, когда следующий эфир будет. Сохраняем.